Единый день обысков Единый день обысков силовики изъяли технику и документы у сторонников Алексея Навального в 30 регионах России. 14. Коммерсант от 15 октября 2019 года. 16.23. Повторные обыски в региональных штабах политика Алексея Навального и квартирах его сторонников прошли сразу в нескольких регионах России 15 октября, через месяц после предыдущей волны обысков. В Следственном комитете России, СКР, пояснили, что операция силовиков связана с возбужденным ранее уголовным делом об отмывании денег созданным господином Навальным фондом борьбы с коррупцией, ФБК. Полиция изъяла у сторонников оппозиционера технику, документы и карточные игры, некоторых активистов вызвали в Следственный комитет для допросов. Обыски прошли также в московском офисе ФБК, рядом с которым был задержан экс-глава предвыборного штаба директора фонда Ивана Жданова на выборах в Мосгордуму Борис Золотаревский. Обыски в квартирах бывших и действующих волонтеров, а также в региональных штабах Алексея Навального начались в шесть утро в разных городах России, написал В. Твиттер. Директор ФБК Иван Жданов. Первоначально сообщения об изъятиях поступили одновременно из 12 городов – Архангельска, Белгорода, Бийска, Ижевска, Екатеринбурга, Краснодара, Новокузнецка, Самары, Саратова, Уфы, Челябинска, Ярославля. Пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш сообщила МБХ Медио, что обыски прошли примерно по 100 адресам по всей стране. Точные данные не удается узнать, поскольку полиция пришла с судебными постановлениями и к бывшим сотрудникам региональных штабов, со многими из которых нет оперативной связи. О предстоящих обысках было известно заранее. В середине сентября Басманный суд Москвы вынес 47 постановлений об их проведении. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что обыски, в ходе которых изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования, прошли в 30 субъектах России в рамках ранее возбужденного уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался ФБК, П.Ч. 4 статья 174 УК РФ. Ранее источник твердый знак, близкий к следствию, отмечал, что сейчас речь идет об отмывании 75 миллионов рублей, но сумма может вырасти после того, как будут исследованы данные на носителях, изымаемых в ходе обысков. Также в СКР заявили, что банковские счеты ФБК по ходатайству следствия арестованы, так как на них поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, добавили в СКР. Иван Жданов во время обысков написал в Телеграм-канале, что по факту иностранные деньги на счеты ФБК не поступали, поскольку эти счеты были арестованы до момента перевода денег. В Уфе обыски прошли у четверых волонтеров местного штаба Навального. В Казани силовики пришли к координатору Ассоциации наблюдателей Татарстана Азату Габдуль Валееву, которого забрали на допрос. Полиция провела обыски у нескольких активистов Екатеринбургского штаба Навального, Полины Грейсман, Федора Крашенинникова, бывшего координатора штаба Виктора Бармина и его жены. У них изъяли личные гаджеты, телефоны и ноутбуки. Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полине Грейсман, рассказал господин Крашенинников. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. Изъят. Аймак. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля. Суд отклонил ходатайство об аресте жилья Алексея Навального и его сторонников в поиску о летних протестах. В Саратове прошел обыск у активистки регионального штаба Анастасии Жуковой. У нее забрали всю технику, допросили в СК Р и отпустили. Как рассказал твердый знак координатор саратовского штаба Александр Зыков, пока в штабе не знают о других обысках, но не исключают, что о них станет известно в течение дня. В пенсии силовики пришли с обысками в местный штаб, в квартиру бывшей сотрудницы штаба Ирины Евсиковой и к волонтеру Андрею Макарову. Координатора штаба Антона Струнина увезли на допрос. В Челябинске обыск прошел сразу в двух квартирах, где прописан и проживает видеограф штаба Навального Юрий Прудников. Сначала сотрудники следственной группы пришли в дом, где зарегистрирован активист и где проживает его бабушка, которая, увидев силовиков, сильно перепугалась. Приехавшего к родственнице господина Прудникова задержали и увезли в место его фактического проживания, где провели еще один обыск. После этого в течение 40 минут его допрашивали в региональном СК, изъяли все банковские карты и отпустили. Господин Прудников заявил, что проходит свидетелем по уголовному делу, об отмывании денег ФБК, на допросе его спрашивали о личных финансовых активах и интересовались, есть ли у него биткайн-кошелек. В квартире активиста Самарского штаба Навального Евгения Трубченко обыски проводились повторно. В сентябре у него уже изъяли технику. Повторный обыск прошел и у активиста Ростовского штаба Навального, а также в самом штабе, ноутбук, из которого ранее правоохранители вытащили жесткий диск. На этот раз расковыряли ножом, вытащили все внутренности, непонятно зачем, по сути, просто испортили единственную оставшуюся технику, рассказала глава Ростовского штаба Ксения Середкина. Выживские обыски прошли в квартире сотрудницы местного штаба Анастасии Синельниковой. Как сообщила твердый знак координата штаба Резида Абашева, это уже третья волна обысков у активистов Алексея Навального в Удмуртии за последнее время. В Ставрополе в 6 часов утра на допрос забрали двух волонтеров, одного из которых после привлечения адвокатов. Адвокатов отпустили к 9 часам утра, второго – еще через час. В Краснодаре при обыске у бывшего координатора местного отделения «Открытой России» Яна Антонова изъяли телефон, не оставив копию протокола. «Мы считаем все эти действия незаконными и намерены обжаловать их в суде», – пояснил ее адвокат господин Валявский. Яна Антонова не имеет отношения к деятельности ФБК, у нее в квартире не могло быть предметов, относящихся к расследованию уголовного дела. Обыск прошел в штабе оппозиционера Алексея Навального в Барнауле. По словам бывшего заместителя координатора Ольги Фотеевой, обыски продолжались на момент сдачи материала. Возле входа стоят несколько полицейских, вероятно, координатор штаба Вадим Астанин заблокирован внутри, так как мы не можем выйти с ним на связь. Обыски шли также и в Новосибирске у сотрудника штаба Кирилла Левченко и в Кемерово, у бывшей сотрудницы штаба Серафима Тебеньихина и ее родителей. Обыски по делу Фонда Навального прошли в штабах Белгорода и Тамбова. В Белгородском штабе, по словам координатора Максима Климова, изъяли фотоаппарат, оборудование для записи звука, плакаты с митингов и карточную игру, посвященную политической борьбе сторонников Алексея Навального. Игру жалко больше всего, интересная была, сказал господин Климов. В Тамбовском штабе правоохранители изъяли жесткий диск. Также обыск прошел дома у Тамбовского сторонника Алексея Навального Амира Желилова. Несколько часов длились обыски в московском офисе ФБК, рядом с которым двое сотрудников правоохранительных органов задержали экс-главу предвыборного штаба господина Жданова Бориса Золотаревского. Сказали, мы вас уже по лицу знаем. Потом привели в газель без номеров, обыскали, сказали ждать. Через 40 минут отпустили, рассказал твердый знак оппозиционер. По словам господина Жданова, сотрудники правоохранительных органов пытались выломать дверь в офисе ФБК до тех пор, пока ее не открыла офис менеджер фонда, после чего изъяли технику, в том числе нераспакованную. Бабушка Воронежского сторонника Навального умерла после визита СКР по делу ФБК. 3 августа Следственный комитет России сообщил, что возбудило уголовное дело об отмывании денег в связи с деятельностью фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, люди, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте в период с января 2016 по декабрь 2018 года. По данным СКР, деньги были получены преступным путем. Следователи утверждали, что соучастники через банкоматы в Москве внесли деньги на расчетные счеты нескольких банков, а затем перевели их на счеты фонда. 8 августа в московском офисе ФБК и дома у троих юристов фонда, Вячеслава Гемади, Александра Помазуева и Евгения Замятина, прошли обыски. Позже все трое были допрошены в качестве свидетелей. 5 сентября в ФБК вновь прошли обыски. Силовики также пришли в студию канала «Навальный Лаев» и в московский штаб оппозиционера. Сотрудники штаба были задержаны, но позже их отпустили без составления протоколов. Полицейские заявили, что мероприятия связаны с делом о массовых беспорядках в Москве 27 июля. 10 и 12 сентября обыски прошли в региональных штабах Алексея Навального. У сторонников оппозиционера изымали деньги, телефоны, ноутбуки, документы, личные дневники. Некоторых из них вызывали на допрос. Кира Джурягина, Корреспондентская сеть.